Профессия сварщика – одна из самых уникальных по востребованности в газовой промышленности. И потому многие считают эту работу одной из главных. То есть сварщик у нас, можно сказать, присутствует от начала разработки месторождения, ну, что касается нашей специфики, до окончания. Он приходит, можно сказать, во время обустройства и уходит, когда уже завершается процесс консервации. И также присутствует в процессе жизни всего месторождения. Первый этап конкурса прошел в начале года во всех газдобывающих управлениях и в управлении ремонтно-восстановительных работ. И, наконец, 12 финалистов, лучшие из лучших представителей этой профессии в обществе «Газпромдобыча на дым», собрались для итогового испытания. Работа сварщика – это ювелирная работа. От этой работы зависит, как она будет сделана. Качественно, надежно зависит работа, эксплуатация наших газовых объектов. Наши сварщики очень часто участвуют в работах повышенной опасности. Что требует от них высокой квалификации. И знания и умения наших сварщиков позволяют безопасно проводить эти работы. Это одна из двух профессий, лучших представителей которых предприятие надымских газдобытчиков направляет для участия в межотраслевом конкурсе профмастерства в Москву. В этом году он пройдет в сентябре на базе общества «Газпромтрансгаз Москва». Уже сегодня участников ориентируют на требования следующего этапа, как в теории, так и в практике. Теоретическая часть состоит из 15 вопросов по специальному экзамену и 10 вопросов по общему экзамену. Общие вопросы – это вопросы по охране труда и вопросы по сварочному производству. А специальные вопросы, 15, которые – это вопросы, взятые из сборника Национального агентства контроля и сварки, НАКС. Задание то же самое на втором этапе. Собрать контрольные образцы катушек диаметром 57 и 159 миллиметров. В принципе, то же, что и будет у них на конкурсе «Газпрома». Значит, задача какая? Качественно, в первую очередь, качественно собрать стык и качественно его заварить. Это как бы основной критерий. Второе, значит, на что обращается внимание – это скорость подготовки сварочного соединения и скорость сварки. Но, как отмечали эксперты, в этой профессии быстро не значит качественно. Рентгеновский контроль это подтверждает. Затем баллы за практику и баллы за теорию суммируются и определяется победитель. В этом году им вновь стал финалист прошлого конкурса Юрий Гринькиф, представитель Медвежинского ГПУ. Билеты, как сказать так, не тяжелые, все связано с работой. Работа – это практическая, это каждый день мы работаем в тундре, так что варим стыки и все, каждый стык просвечивается. Вторая моя победа. И в этом году, осенью, поеду представлять «Эспром-добыча на дым» в городе Москва. Второе место занял коллега победителя Петр Смирнов, а на третьем оказался электросварщик из ОРВР Александр Истреба. Вот Гринькиф, он уже не первый раз занимает первое место, и он участвовал в «Газпромовском конкурсе». Второе и третье место – это открытие, конечно. Они первый раз вошли в число призеров. Состав сварщиков постоянно меняется. А после всего состава, ну процентов 30, наверное, это у нас те, которые, допустим, в прошлом году были. Остальные все. Потому что, значит, получается, что в филиалах идет такая напряженная борьба за первое место, за участие в первом конкурсе. Анастасия Савельева, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром-добыча на дым». Анастасия Савельева, Олег Зубко.